Всем привет! С вами Александров Евгений. Сегодня у нас очередная тренировка на улице и основная тема это ноги. Сегодня мы будем делать упражнения для развития взрывной силы ног. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто участвует и оказывает помощь в развитии канала тем, кто присылает свои донаты. Начал собирать деньги на электронный стабилизатор для смартфона и люди участвовали в этом. Большое вам спасибо и хочется сказать, что это очень сильно мотивирует. Мотивирует к дальнейшей работе, к созданию дальнейших и новых выпусков как походных, так и тренировочных видео, сюжетов. Началось! Хорошо. Первое естественно мы делаем разминку хорошую, разминаемся, потому что будет нагрузка на суставы. И начинаем с того, что формируем правильный удар ногой. Сначала мы наносим удар по 10 раз каждой ногой. Делаем три подхода. Делается для разминки, также для формирования правильного удара. Приседание является базовым упражнением для развития силы ног. Здесь мы работаем со своим весом и добавляем удар ногой. Движение должно быть быстрым и взрывным. Можно также усложнить это упражнение и добавить утяжелителей для ног. А любители хардкора могут одеть тяжелый жилет. Но я вам не рекомендую жестить с весами. Лучше это делать с собственным весом. Лучше сделать акцент на взрыв и скорость. Такое упражнение мы делаем 10 раз и также три подхода. Но по подготовленности, то есть если вы чувствуете, что у вас ноги не устают, если они не забиваются, вы можете делать по 20 раз. Также три подхода. Мы делаем прыжок вперед в сторону, переносим вес тела полностью на ногу и выталкиваемся дальше. Так делать 10-15 прыжков. По мере освоения упражнения и адаптации ваших мышц, мы делаем движение более амплитудное, то есть стараемся выпрыгнуть как можно дальше и сделать как можно шире шаг. Начинать, конечно, надо с малой амплитуды, чтобы не получить травму. Это упражнение очень хорошо развивает взрывную силу ног, так как вы переносите полностью вес тела на одну ногу и выталкиваетесь максимально сильно с этой ноги. Но я беспокоен. Не вижу, чтобы ты что-то записывал. Следующее упражнение. Мы встаем в широкую боевую стойку. Опустившись вниз, мы пружиним и наносим удар ногой. В этом упражнении задействуются все мышцы ног. Здесь развивается быстрая взрывная сила. Делаем по 10 раз каждой ногой. Ну и чтобы усложнить это упражнение, мы одеваем утяжелители на ноги. Прыжок в длину или в высоту. Очень хорошее взрывное упражнение для развития силы ног. Стараемся выпрыгнуть как можно дальше или как можно выше и пытаемся постоянно улучшить свой результат. Также иногда на тренировках мы используем много прыжковое упражнение. То есть делаем не один прыжок в длину, а несколько подряд. Пять и более. Минута отдыха и три подхода по 15 раз. Но этим нас не удивишь. Разножка в прыжке. Это одно из самых сложных в плане выполнения упражнений. Мы встаем в боевую стойку, толкаемся, делаем разножку в воздухе и приземляемся на две ноги. Помимо выпрыгивания и работы ног в воздухе, наша задача еще держать равновесие и управлять своим телом в воздухе. Поэтому очень важно для бойцов делать различные удары в прыжках. Эти технические действия не только расширяют ваш ударный арсенал, но и расширяют ваши взрывные и координационные способности. Зашагивание на предмет и удар коленом. Это упражнение часто используют в кроссфит и фитнес-тренировках. В спортивных залах занимающиеся зашагивают на тумбы. В парке на улице мы можем выбрать любой подходящий предмет и зашагивать на него. Он примерно вам должен быть по колену. Для бойцов это упражнение полезно тем, что здесь не только развивается сила мышц ног, но еще идет вынос колена вперед, что является первоначальным движением ударов фронт-кик, а также отработка удара коленом. Делаем каждой ногой по 10 раз и так три подхода. Сегодня была легкая тренировка выходного дня. Дальше идет работа на лапах. Прогоняем ударные связки, раскидываем ноги, то есть наносим различные удары ногами, чтобы раскидать забитые мышцы. И в этот день идем в баню. А я еще маленько задержусь и немного расскажу о спортклубе и отвечу на часто задаваемые вопросы. Хочу немного рассказать, почему наши спортсмены выступают по различным видам единоборств. Потому что ребята служат в различных спецподразделениях и прикладные виды у них разные. То есть у нас недавно Артур ездил по дзюдо, выступал, сейчас уехал на чемпионат России по универсальному бою. Илья Ольховой у нас служит в вооруженных силах, выступает сейчас по армейскому рукопашному бою. То есть спортсмены проходят подготовку по различным видам. Так нет никаких ограничений. Вот и небольшой совет. Занимайтесь теми видами спорта, старайтесь заниматься, которые вам помогут не только создать хорошую фигуру, повысят ваши спортивные и общие физические кондиции, но и дадут какой-то полезный навык вообще в вашей жизни. Например, плавание. То есть человек не только улучшает свое здоровье, но и получает полезный навык. Он на всю жизнь с ним остается. То есть он умеет хорошо плавать. То же самое единоборство. То есть вы получаете не только красивую фигуру, взрывные качества, мышцы и так далее, но и у вас полезные навыки самообороны есть. Ставится удар, вы знаете броски. И даже если вы перестаете заниматься, пусть фигура куда-то уходит, как у многих людей. Но остаются полезные навыки, которые могут помочь вам в жизни. То есть поставленный удар и так далее. Немного поговорим о людях, которые вас окружают. Это они на вас оказывают большое воздействие, влияние. Поэтому очень важна команда, в которой вы тренируетесь. Насколько она большая, опытная, сильная. Насколько в ней присутствует результативность. Есть ли чемпионы России, Европы, мира. Это очень важно для каждого спортсмена. Потому что насколько сильно ваше окружение, настолько вы можете вырасти. Настолько вы становитесь и станете сильнее. Если послушать профессиональных бойцов, известных спортсменов, они очень много говорят о своей команде, о своем окружении. Потому что они бы не добились этих высот без тех людей, которые их окружают. Человек черпает силы из своего окружения. И мое сильно, как никогда. Тренировочный лагерь прошел просто потрясающе. Особенно химия в нашей команде. Еще один совет. Постоянно соревнуйтесь с собой. Ведите дневник, записывайте свои результаты и пытайтесь их улучшить. Потому что если вы себя с кем-то сравниваете, например, есть люди, до которых вам очень сложно будет дотянуться, он там чемпион мира, а я все равно так не стану, не смогу этого добиться, поэтому все равно делать. Ну, бесполезно мне это делать. Или наоборот. А мой сосед Васька сегодня не побежал, не тренируется, а я все равно лучше его тоже можно не тренироваться. То есть, понимаете, да? То есть вы должны постоянно соревноваться с собой, быть лучшей версией себя. То есть вы должны постоянно улучшать свои показатели. В прошлом году были показатели одни, в этом году они должны быть другие, и они должны быть лучше. То я бился со спецами во всех сферах. Я соревнуюсь со своим предыдущим выступлением. Вот мой план на бой. Мой план на бой выйти туда и соревноваться с самим собой, соревноваться с лучшей версией Тайрона. Из раза в раз я повышаю эту планку. Оппоненты больше не имеют значения. Так что моя цель превзойти и удивить самого себя. Он знает, как и все остальные, что он не был в нормальном этапе. Я лучший, я лучший. Часто вижу такую картину стоит перед тобой взрослый человек, или подросток, ребенок, и ищет причины, почему он запустил себя. То есть у него лишний вес, что у него там тяжело все, что ему не хватает времени, чтобы заниматься спортом. На учебе его обижают, на работе его притесняют. И ты прямо смотришь и понимаешь, и видишь, что этот человек перед тобой жертва обстоятельств. Ладно, постойте. Одну. Одну секунду. Сейчас заплачу. Нет, показалось. Есть люди, конечно, которые соглашаются на все вот эти обстоятельства, да? То есть быть жертвой. Вот жить вот в таком домике, вот там вот домик картонный. Питаться крошками, терпеть, что их унижают. Ну что, бывает такое, куда денешься. А есть люди, которые не хотят мириться с тем, что их окружает. Зарплата какая у них. Их, ну даже на текущий момент благосостояние там и так далее. И они начинают что-то искать новое. Они начинают бороться. Они начинают двигаться. Но начинать надо с себя, естественно. То есть в первую очередь. Мы учим людей быть победителями. Сначала он учится побеждать себя, да? То есть приходить на тренировки. На него начинают поучаться. Он начинает побеждать на соревнованиях, да? Побеждать других людей. Он начинает верить в себя. Всем спасибо, кто был с нами до конца. Если информация была для вас полезна, ставьте лайк, делитесь этим видео и тренируйтесь вместе с нами.